А я включил зафиг. Отлично, я включил Фейсбук. Добрый вечер. Мы сегодня продолжаем наши уроки. Сегодня у нас будет урок по книге Урота Кодеш, а не по нашей обычной книге Урота Чува. Но мы часто делаем зигзаги. Вроде бы наш сегодняшний урок, вообще текст, который мы будем изучать, вроде бы он относится просто к каким-то там запредельно высоким праведникам и запредельно высоким понятиям. Но у меня появилось пару идей, что это относится на самом деле к нам тоже и к некоторым понятиям базовым нашей жизни, нашего мира. Поэтому попробуем прочитать текст. И потом я попробую сказать, что он во мне ассоциативно вызывает. Вы со мной поспорите, скажите, что это вот там не написано. Хорошо. Это моя основная, которая мне нужна. Самая. Понимать хорошо, что это написано там, и это все-таки не написано. Значит так. Еще раз я повторяю. Будем говорить запредельно высокие понятия. Но потом я попытаюсь к нам пустить в мир. А в конце будет мой личный хидуш, где у меня появилось некоторое понимание того, что говорят мудрецы, тем, что нееврей, который соблюдает субботу, ему, значит, как это, он хаяв мета, ну, он это самое, он не достоин жить, скажем так. Полагается, смерть от рук небес. Но это в конце. А давайте теперь начнем наш текст. Спасибо, как всегда, за перевод. И я сразу извиняюсь, что по ходу с урока... Натан, у меня нет опять шера. И я по ходу урока буду сразу, так сказать, на перевод накладывать свои, ну, изменения и комментарии и так далее. О, а теперь есть. И, видимо, волосы с бороды мы вырвали, и все стало хорошо. Итак, к вашему вниманию наш текст. Возвышение миров и выбирание исков. На иврите это Бурорея Бирурим. Это буквально те, которые разделяют Бурорея это отделение. Те, которые занимаются отделением. И я это понимаю немножко здесь по-другому, чем выбирание искр. Но, может быть, что-то похоже. Я это вижу как разделение между добром и злом, разделение между понятиями. Да, Нахама? Хотела спросить, вы же сейчас перевели цитаты из Равокуга, там не было на институцию? Только Бурорея. Нет, нет, не было там, не было, просто я как бы... Поскольку Рав использует часто понятный цицок, видимо, все-таки неверно его здесь приклеивать. У меня ощущение такое. А то, что говорит Наталь, что это выбор выбираемого, а искры как бы как-то ты здесь как-то с ней упоминал, так это ближе к теме. Как лучше сказать? Не знаю, не знаю. Вот я тоже не знаю, я тоже не знаю, тоже ломала голову. В общем-то, это вариант черновой на самом деле. Надо подумать, надо подумать. Я совершенно не уверена, как просто надо было как-то это сказать по-русски. Разборки, разборки. Не было хорошей идеи, да. Идея в том, что это разделение между плохим, допустим, самое примитивное, элементарное разделение между хорошим и плохим, между мужчиной и женщиной, между водой и небом, между землей и небом. Разделение. Может, просто работа разделения? Ну, в любом случае, нужно все равно понимать, понимать нужно из контента, нужно прочитать отрывок, мы сейчас его будем читать. Итак. После, тогда решим, да. Да, именно. Выучим, прочитаем раз, потом прочитаем два, потом уже появим, как правильно переводить. Это такая работа, можно переводить только после урока, можно переводить. Нельзя переводить до урока. Но без перевода до урока нельзя провести урок. Мы попали в очередное кольцо. Поэтому мы его потихонечку разрубаем. Мы переводим, как можем, до урока. Проводим урок, получаем перевод, проводим еще раз урок. И все-таки продвигаемся вперед. Из-за сложности у меня останавливаться и так езди возвышенные эмиссии разделение и возвышение миров первое по плечу каждому человеку и эта идея лежит в основе работы праведников всех поколений этаке насколько я понимаю речь от идеи отделение разделения добра и зла принятие решений и движение к цели движение к цели это равном старых ножка позже вторая же удел избранных мира и отцов его мне кажется здесь правильней про отцов а вот ума вот он лам не кажется имеется ввиду про отцы урава на которых сияет цвет машеха всевышнего дыхание наших уст их мысль связана с основанием этой работы служение субботы облагороженное наслаждение выше работы первого вида и свет вечно сияет на израиле и святости возвышения миров я это не буду сейчас объяснять мы пройдем дальше вернемся и попытаемся это объяснить не хотя среди разделе разделятели тоже есть разные уровни однако общее для них содержание чистота намерения в цели каждого действия я это понимаю как что определение вот этих вот разделителей это те которые очищают свое намерение чтобы двигаться к цели и каждое свое действие и помысл направлять к цели цель это может быть исправление мира исправление себя это может быть закончить учебу на врача но тут главное идти к цели все в них окружает это внутреннее стремление все в них окружает это внутреннее стремление мысли речи действия перевела внутреннее стремление как как ну заглавия мне кажется это часть списка самое внутреннее стремление мне так кажется но допускает разночтение мне кажется внутреннее стремление оно глубже чем мысль а потом выше мысль еще внутри наружу самое внутреннее еще внутри еще был более глубокая чем мысль это верно стремление потом более внешняя мысль более внешняя речь более внешние действия и так у них все направлено на достижение цели внутреннее стремление мысль речи действий как вас пи в аспекте заповеди и этики так и в аспекты к разрешенного и природным теперь смотрите как широко раф нам здесь все захватывает мы говорим про человека который все свои помощи направляет к достижению цели хорошей цели праведной цели допустим исправления мира и он и это включает у него не только там как правильность нужно направлено с душевной надеть филе это у него включает и заповеди также этику мораль также земные вещи и земные естественные природные вещи все в этот момент возник большой вопрос может я добавлю да 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 просто я сейчас вопрос закончить дам вам добавить возник большой вопрос куда больше то всю свою жизнь и святое и будничное и мысли и внутренние стремления и речи и желания направляет в великой и большой праведной цели куда выше а куда выше мы говорим про это как нижний этаж есть еще выше ноги и вот здесь у меня как бы я что называется немножко не имел данных мне кажется мы продолжаем говорить про беру беру и и он про конец и расписляет области в которых этот человек занимается и первая вещь то есть мы если сосредоточиться на добре и зле да и заповеди это более этика это более-менее понятные вещи хотя это и разные как бы есть вещи там на вальбе шук тарамы можно соблюдать все написано в таре там кроме тем не менее поступать неэтично и но это тоже ясная вещь какая-то есть вещи которые очевидны что они неэтичные не моральные и более-менее понятно то есть прояснены может быть в книгах мусары и так далее а еще есть третья область просто это я хотел прояснить и это очень в принципе важно это занимать многих лицов есть еще область разрешенного природную то на что не распространяется как бы не заповеди не это тот выбор который я делаю в ситуации когда у меня даже нет никакого давления этического бывает ситуация когда есть противоречия между разными моральными выборами да там я там солдат мне нужно выселять пушкотин к примеру я не знаю что верность стране или верности действия неважно к примеру но есть вещи когда я выбираю просто выбираю жену выбираю профессию выбираю каждый день выбираю пойти в эту синагогу или в ту синагогу к примеру это не 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 какой этический выбор с одной стороны тем более не выбор соответственно с критериями заповедями даже самих арбананы и на каким и все тем не менее есть мнение такое что именно здесь в этом заключается служение всевышнего потому что первые части они были менее очевидно очевидно кому-то очевидно кому-то может нет большей степени меньше но есть он сушу это проявление твоей личности именно в области рушу я абсолютно согласен это то что меня ввело в ступор область заповедей область разрешенного область как бы холь мирского все что у нас в мире не связано с торой заповедью напрямую область природного человек на все как это оттачивает чистоту намерения и внутреннего направления на исправление мира на цель на хорошую правильную цель чего может быть выше это описывает как нижний этаж я я здесь выполнил где он написал что это нижний этаж а это для простого человека ну понятно но это то что мы простые люди делаем первая по плечу каждому человеку делишь основные работы правительственных поколений вторая отдел избранных понятно что это первый этаж для всех а второй этаж для как-то нам не то что не забраться в данном случае мне это самое как-то вообразить его сложно про что рам говорит на самом-то деле в предыдущем абзаце раб уже нам намекнул теперь давайте пойдем немножко дальше да наверное если первого нет то второе не получится правильно да безусловно нужна работа та и нужна работа себе обе работы нужны это безусловно конечно 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 мы не один эти эти уровни они не бодаются нужны то нужно это конечно но просто здесь уровень 1 настолько всеобъем лишь для меня по крайней мере настолько возвышен что даже мечтать представить себя а что там на втором я не до конца понимаю я имела ввиду что первый второй уровень и не возникнет если первые а теперь я хочу на самом-то деле привести пример который нам объяснит что такое да второй уровень прошу идет речь как мне кажется а потом и вернемся к тексту и попробуем понять что мой пример он правильный я надеюсь все знают анекдот про аборигенов который лежит под пальмой с открытым ртом загорает на солнышке и ждет когда свежий кокос банан яблоко ему упадет встречает этого аборигена европейцы и сказал чего что здесь лежишь а что делать а ты можешь пойти в океан тут весь рядом океан и наловить рыбы ну и что если буду делать ну ты сможешь продать хорошо я продам рыбу и что буду делать а у ты сможешь построить большой флот ловить много рыбы отлично хорошо и что буду делать тогда тогда у тебя будет много денег ты сможешь лежать ничего не делать я надеюсь известный известная шутка известный анекдот по крайней мере когда я был молодым он у нас ходил так вот этот известный анекдот на самом-то деле описывает нам достаточно четко разницу в мировоззрении между подходом запада и востока запад он бежит он работает он бежит куда он бежит к тому чтобы ничего не делать лежать ничего не делать я очень очень грубо утрированно но как бы сам восток никуда не бежит ничего не делает вопрос рава шаркин сказать это нашего анекдота тоже зачем тогда бежать если мы бежим к тому чтобы ничего не делать ответ ничего не делать после того как ты хорошо поработал потрудился побежал несравнимность ничего не делать когда ты не бежал к этому теперь намек по нашему тексту вот это вот ничего не делать после того как ты бежал работал и провели усилия это как раз шаббат который является сам тоже примером будущего мира а сейчас давайте это то как я это мое предисловие тому что нам сейчас будет в тексте как мне кажется а теперь давайте вернемся к тексту однако возвышатели миров стоят выше цели и стремления да то есть ответственно нас так они выше то предыдущий этап он занимается целью и стремлением это его чистота намерение в цели у нас есть цель а что такое выше цели давайте пытаемся понять что нам раху учиться сказать цель включена у них в каждое движение телесное и духовное как я это понимаю да два примера один мы уже прочитали второй более простой человек хотел быть богатым вот он тяжело работать тем чтобы быть богатым а потом он стал богатым он ест пьет спит смотрит на природу у него он уже не работает для достижения цели он уже живет в цели все что он делает это уже цель сама по себе он уже внутри цель у него достиг здесь я хочу тоже очень важную идею привнести есть известная распространенная идея то что называется кризис достижения цели думаю известно да человек ставит перед собой цель и у него происходит кризис когда он эту цель достигает а что мне сейчас делать вот цель достигнута я так себе воображал как будет а что сейчас да человек очень сильно там хотел там закончить его институт поэтому закончил и он теперь не знает что ему делать жизнь вот теперь какое решение да да дается для такое вот общее для преодоления или не достижения кризиса достижения цели а поставь цель недостижимую и тогда все будет хорошо всю жизнь будешь бежать к цели Но так и недостижимо а то кризис достижения цели цели я не буду все хорошо ну вот мы поставили далекую цель будущий мир там что такое но это тоже близко мы туда попадем типа мы туда попадем а что у нас будет кризис достижения цели плохо соответственно второй пример Я привел один пример с Богослова, второй пример нам уже привел Рав. Что? Пример вот этой самой цели, это, как Рав сказал, шаббат. Сама суббота. Мы шесть дней бежим. Куда мы бежим? Бежим к субботе. А суббота это... А вот свет, это при... Как это? Дугма, это... Помогите мне. Ну, Дугма, как перевести? Модель, модель, модель. Модель, пусть будет модель, да. Это модель будущего мира, да. Штурал говорит про субботу. Служение шаббата, облагороженное наслаждением, высшая работа первого вида. И свет вечно сияет на Израиле, и святости возвышения миров. То есть, все в Израиле удостаиваются отблеска вот этой вот второй, второй работы, поднятия миров, которые мы еще не до конца поняли, в чем она заключается, мы уже подошли к ней. Весь израиль удостаивается этого в субботу. Все получают немножко отблеск этого света, как бы от будущего мира, именно в субботу. То есть, а что будет, когда ты достигнешь цели? А вот тебе дают попробовать немножко. А как вот в будущем? Ну, ничего, хорошо. Ну, я как бы уже, чтобы я не был там совсем чужим в нем, да? Зачем это нужно? Это мы тоже сейчас разберем. Коснемся этого. Теперь давайте пробуем дальше по тексту. Итак, мы сказали. Однако возвышители миров стоят выше цели и стремлений. Цель включена у них в каждое движение телесной буквы. Случается, что в одном праведнике соответствуют обе силы. И он использует оба владения. Иногда он разделяет, выбирает, а иногда возвышает, поднимает мир. Через возвышение миров можно достичь высочайшего уровня, где никакое зло уже не может повредить. Это подобие будущего мира. И сам будущий мир проявляется в нем настолько, что даже следы ногого тоже светятся. Нет ничего, кроме него. И это качество Раби Ханины Бендоса. Работа возвышающих миры – суть работа Машеха. Привести освобождение всему. В этом эта работа противоположная работе разделения. Нормальная работа в этом мире – это отделить воду от суши, мужчину от женщины, одного человека от другого человека. Это зло от добра, неба от земли. Мы разделяем. Есть автономия. Как-то мы разделяем первобытную, первичную энтропию на куски пазля, из которых в конце мы сложим обратно красивый хороший пазль. Но основное работа – это разделение. Это вот это, это здесь, это здесь. А когда это вместе – это получается зло. Когда это не на месте – это тоже получается зло. Работа нормальной этого мира. Это разделение. А более высокий этап, более высокий этаж, более высокая работа – это уже работа Машириха. Привести избавление всему. Как вы сказали, всему у Рава это все. И обычно это подразумевает, как это, так же зло. Часто Рав скажет более прямо. Если была бы всего одна вещь во всем мироздании, на которую не распространялось бы их стремление к добру, они бы уже спустились на уровень разделяющих разделений. То есть этот человек, он хочет избавить, поднять все. Включая все. То есть даже если единственная вещь этого мира, она будет снаружи этого его желания поднятия и избавления, то этот человек, он не поднимает мир. Этот человек, он занимается важной и полезной работой разделением. Но он на этаж, но на первом этаже, а не на втором. Именно тогда, когда страстно желают высвечить приятность добра буквально во всем и носить все блеском его источники, когда прокладывают дороги, по которым строится постоянно жизнь всего, работа возвышения миров идет и усиливается, как пламя, поднимающее само собой. Без напряжения духа и души. Спокой и наслаждение. Да, как мы сказали, тоже работа похожа на шаббат. Нужно напрягаться, нужно работать. И здесь тоже у меня общая идея, тут много сейчас в фейсбуке, как это, кипение по поводу христианства. Вот мой взгляд здесь по поводу христианства, что вот взята вот эта вот еврейская идея о том, что в конце концов мы хотим спасти, исправить, поднять все. Без исключения. Эта идея, да, вот так вот. Мы все любим, все-все-все мы любим. Эта идея присутствует, допустим, здесь. Но эта идея, она не берется, как она есть, и бросается на землю, и мы ее не начнем ее воплощать. Нормальные люди, наша работа, это разделять добро от зла, а не смешивать их вместе. А тот, как вот Таня хорошо сказала, второй этаж, которого нет без первого, и который не для всех, а для отдельных, очень высоких правильников уровня праотцов, для них это работа. Но, раз здесь упомяну, Машеха, избавителя. А мы во время Машеха, то есть это уже приходится и наша работа тоже. Соответственно, как бы, теперь, да, то есть, что у нас получается? Вот это вот будущий мир, вот это вот суббота, да, это вот тот отдых, как я сказал, шутки в анекдоте, который после бега, после тяжелой работы по исправлению мира, после работы по разделению, это, это будущий мир. теперь, да, вот, мой, хидушка, я хотел сказать, почему евреям обязательно нужен шаббат? Потому что они направляют, как бы, этот корабль истории в этом направлении, им нельзя забыть цель, а это цель. Поэтому им обязательно нужно давать попробовать на регулярное ословие от этой цели. А почему тогда не евреям нельзя? То, что мне кажется, это так. Как мы сказали, разница между западом и востоком, что человек по ошибке может подумать, а давайте будем лежать под пальмой и ничего не делать, вместо того, чтобы бежать и работать. Давайте заменим ничего не делания после работы, ничего не делания до работы. И это уже очень серьезная, непростительная ошибка. Это нельзя ни в коем случае. Поэтому не еврею нельзя соблюдать субботу. Это как, ну это уже, стоп, это уже мое, это в Рабе не написано. Это мое. А теперь давайте сделаем перерыв. Я хочу послушать, как вы восприняли то, что мы получили. И вернемся, как всегда, прочитаем еще раз наш отрывок. Мне кажется, это отрывок хороший, приятный и очень интересный, который показывает идеи, их уровни. И также, как бы, что понятно, что вот именно на уровне личности это праведники. А вот на уровне, если как бы, народов и эпох вереям Ашлих это наше время. И понятно, что вот эта работа, она работа народа Израиля, который делает и работу разделения, и работу поднятия. Ну, я много долго говорил, давайте я немножко помолву. Анатон, мне кажется, вот второй уровень, это и есть уровень, когда выделяется духовное в материальном. Когда? Нет, первый уровень это тоже духовное. духовное в материальном, в природном, может быть. Ну, это самый высокий уровень на сегодняшний день. Да, безусловно, безусловно. Дайти святость в природном, естественном, это работа, которая оставлена на конец, и это самая сложная, и, соответственно, тяжелая, и высокая работа. И для того, чтобы к ней подступиться, нужно сперва действительно хорошо подняться. И поэтому Тора дана народу, которому дана земля, который должен реализовать то, что дана Тора на Синае, Тору на своей земле, и дать другим народам пример, что можно быть хорошим народом, учиться у Израиля, и Тора выходит из Сириона, поэтому для других народов. Да, когда мы хотим, конечно, желание исправить и поднять весь мир, он не может сосредоточиться на чем-то части мира. И, кстати, здесь мы тоже видим, первый этап, с евреями тоже, первый этап это этап разделения. Евреи, они здесь, народы мира, они там, и между ними очень четкое разделение. А второй этаж это поднятие в силу. Но первый обязательный этаж, конечно, как мы тоже сказали, распеваем разделяем, потом мы поднимаем. Но наш враг на первом этапе, это, конечно, перемешивание всего, такая вот, первородная энтропия, такая горячая. Поэтому... Поэтому можно разделить все-таки между неевремя и ненов? Потому что если вы говорите что такая опасность существует, что он решит, что как клево соблюдать в субботу, мне так понравилось, я буду это каждый день, это тот, кто оторван от иудаизма, на самом деле, который не воспринимает идеи, как сказать, бега и совместно. не, я с вами согласен субботу, конечно. Я просто хотел идею, которая такая очень неприятная, почему нельзя, почему смерть, ну что, человек отдыхать решил. Мне кажется, что вот такое вот этому объяснение, безусловно, когда человек получает через еврейский народ общее направление, ему ошибиться гораздо сложнее. Это для новых. Можно, можно, я же не говорю про то, что можно, я говорю про то, что нельзя. Не евреи, которые не для новых, ему нельзя. А вот на основе этого текста моя мысль была, а почему, собственно говоря, мне вот я предложил вам как я это, почему нельзя, собственно говоря. Оказывается, из-за этого, что вот эта вот ошибка, жить по-восточному, вместо того, что жить по-западному, она очень серьезная и основательная ошибка. Ее ни в коем случае нельзя, то есть, вот. Ну, то есть, весь мир должен все-таки понимать, что он еще не на уровне поднимания миров, а на уровне разбора плевел. Да, правильно, но тем не менее, у нас сегодня эпоха миров, когда уже сложно все, да. Ну, нужно, да, с другой стороны, как бы, мы хотим их приобщить к нашей цели, к нашему мечте, или там, правильный, 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 правильный. Это приобщение обязано пойти вот именно через евреев, которые, как бы, они это, они не ошибутся. Потому что здесь проблема-то не в том, что субботу саблюла, не в том, что вкусила будущего мира, а, и, кстати, это вот, вот общая идея, которую я поднимаю тоже очень часто. Высокую, хорошую, правильную идею невозможно взять, так как она есть, и бросит ее в неисправленный мир. Она в обязательном порядке будет воспринята криво и принесет вред вместо пользы. Поэтому... Но в Медраше Бог бросает истину на землю. Поэтому... Она оттуда должна вырасти. Небесной идеей дается ее замена. Более земная, более простая. Иногда на внешний вид полностью противоположная. Идея на небе всеобщая любовь. Идея на земле иди-ка вынь меч и иди завоевывать свою землю. Свою землю. Да? Но главная наша идея не в том, чтобы человек сейчас срочно правильно понял идею. Наша цель воспитателя. Чтобы человек в течение человеческой истории поднялся до уровня, что он сможет воспринять эту верхнюю идею, тогда ее можно было дать. А поэтому, что мы ему даем по дороге, абсолютно не важно. Главное, что это его поднимает. И тогда уже можно освобождать высокие небесные идеи и давать человеку. здесь главное не то, что идея направили, а эта идея она человека поднимает или нет. Вот эта вот идея, допустим, про поднятие миров, про то, что все, допустим, будет спасено, избавлено, эта идея, опять-таки, понятая, криво, неправильно, до времени, может перенести огромное количество незека, огромное количество бед, огромное количество ущерба, а совсем не пользу. Человек поймет, я могу грешить, я могу убивать, я могу насиловать. Все попадаем в рай, все хорошо, весь мир будет, в конце концов, избавлен. Я даже... Другому нет. Мы тебе спускаем, извините, мы тебе спускаем идею, будешь себя хорошо вести, будет тебе хорошо, будешь себя плохо вести, в этом мире получишь палок, в будущем мире тебя черты сожгут. А народ вести, мы вообще из страны выберем. Нужно... Понятно, что нельзя, нельзя себя плохо вести. Вопрос скорее, может быть, я ошибаюсь, в отношении к этому, как раз, в формировании отношений к этому. То, что он поднимает все, то есть мы начинаем понимать, то зерно, которое заложено, которое было, которое привело, которое, это, таким событием, к такому характеру. Такому характеру. Ну, то есть, в конечном итоге, на каком-то этапе, можно сказать, его плохо воспитали, он родился ущербным, он то, все, то есть оправдать кого угодно и понять, что у него там в душе варилось и даже исправить его. Но на сегодняшнем этапе мы не можем сказать, то, что многие, к чему, собственно, на самом деле, наши цивилизации сейчас очень склонно оправдывают всех и даже насильников и прочих, но это часто приводит к тому, что если ты оправдываешь насильника, то ты обвиняешь жертву. И в нашем мире иначе не получается, и поэтому ты должен... Отлично. Итак, но идея не об оправдании, но о том, что все будет, в конце концов, исправлено, эта идея правильная, но она очень высокая. И вот так, как она есть, нельзя, что называется, пустить в народ, пустить в людей, пустить в массу. Ни в коем случае. А в массу мы пускаем противоположную идею, которая поднимает народ, человечество, массы, до уровня, что в какой-то момент я смогу ей дать уже настоящую идею, о том, что мы все исправим, потому что мы хотим исправить все, но как-то, но нау, не машиах нау, ничего нау, не сейчас. У нас как бы, то есть сейчас мы работаем, тяжело, по разделению. Вот это стоит здесь, вот это стоит здесь, здесь зло мы с ним боремся, здесь добро мы его продвигаем. Но, если мы забудем цель, с которой уже не нужно бежать к цели, то мы никуда не приедем. Поэтому нужно разделение, и нужно незабывание о цели. Нужен шаббат, и нужно шесть дней работы. Один шаббат – плохо. Шесть дней работы без шаббата – тоже плохо. Все плохо. А вот вместе – хорошо. Я извиняюсь, Михаила, оправдание преступников, исправление преступников, и так далее. Раньше, в общем-то, вообще не было такой идеи, что их можно исправить. Их просто пытались изолировать, и главная идея была… Запугаться. Запугать, да. Чтобы боялись, и не грешили, иначе вот казни… Плети и дам, или руку отрублю. Или руку, или в тюрьме будешь сидеть много лет. Помещают в соответствующую семью. Я говорю, что я как раз хотела сказать, что в нашем мире в последнее время много внимания, во всяком случае в Израиле, уделяют воспитанию, образованию. Просто я так столкнулась, я сама не очень большой специалист в этом. Моя новая махутонность, я не знаю, как это сказать по-русски, сватья. То есть, мама моей невестки, она какой-то большой чин в полиции, которая именно этим занимается. И они занимаются тем, что проводят разные групповые практикумы, и курсы дают образование людям, которые попали в тюрьму. Восстановление. Ну, образование в основном, воспитание разного, разного совершенно типа. И она утверждает, что рецептивизм очень сильно в последние годы уменьшился. В основном, в Израиле, что эти программы, они имеют успех. То есть, идея о том, что можно исправить человека, что они все не пропащие, она совершенно не... изменился мир в каком-то смысле, он куда-то продвинулся. Как мы сказали, время Машеха, не просто так, конечно. То есть, то, что не, видимо, нельзя отдельным личностям, может быть, уже можно на уровне общества. Потому что на уровне народа, как мы сказали, этот отблеск второго этажа, суббота, полагается всем евреям, соответственно, продвигаясь мир, возвышая его. То есть, на уровне, то есть, то, что на уровне отдельных личностей доступно только, не знаю, одному человеку в 10 поколений, то на уровне общества, на уровне народа тоже доступно всем народам. Хорошо, не все, хоть отблеск от этого, но тем не менее. Теперь у нас еще эпоха, когда весь мир, он на сегодня эпоха, Машеха, да, то тем более, безусловно, то, что говорит Нехама. Кто-то еще хочется сказать, и давайте у нас заканчивается время, я хочу еще раз прочесть наш текст, остановиться еще в нескольких местах. То есть, то, что мне здесь понравилось, с одной стороны, вроде бы, мир говорит про, раз здесь говорит про каких-то праведников, абсолютно улетных, абсолютно там, далеко там, как-то на небесе, там, на седьмом небе, они сидят там и не говорят, что делают. И вдруг оказывается, что это очень важные понятия, для нашей жизни в мире, для цели, да, вот я бегу, бегу, бегу к цели, а потом я, опс, прибежал, и оказывается, у меня кризис. А мне дают попробовать эти цели уже сегодня. Это как, это как, это представительство. Храм, это представительство будущего мира у нас, святого, да, на субботу, это тоже представительство. Нам дают представительство, чтобы мы попробовали, от того, куда мы бежим, чтобы нам не было странно, это куда мы бежим. В другой тренд, очень важный, как всегда, очень важный порядок. Мы сперва бежим, потом отдыхаем. А вот ошибиться, что давайте не будем бежать, сразу будем отдыхать, это очень отрицательная идея. Окей, кто-то еще хочет что-то сказать, давайте еще раз прочтем. Натан, я хочу сказать. А, ладно. Вика. Поступаете, Танюша? Да, конечно. Ага, спасибо. Натан, я знаете, что хотела сказать, что в сущности тут о той же тшуве речь. Вы представляете, если человеку без истинных целей и понимания дать тшуву, это безнаказанность, мы это проходили с вами, чуть ли не в самом начале. Алло. Да, да, да. Алло. Вас слышно? Нет, вы еще знаете. Вот, мы это проходили. И, собственно говоря, такое кударизм, оно не может никому просто так вот, нельзя его раздавать. Я вот, кстати, хотела задать вопрос. А динякология и еврей, и иудей, и еврейцев. Звучит? Алло. Повторите, мы вас плохо слышали, по-моему, да? Алло, меня слышно? Слышно. Я вас очень слышу. Еще раз. Меня слышно, да? Дайте полос кто-нибудь. Алло. Алло. Да. Меня хоть стало слышно? Меня не слышно было, да? Сейчас слышно. Извините меня, пожалуйста, в наушнике. Я хотела спросить, иудей и еврей звучат одинаково на иврите? На иврите, да. Вот не хамом мотает глупую, что нет. Нет, по-разному. Это разное, это иврии в игудее. Мы целую книжку про это читаем, «Тайное еврейство». Ну, я вот так. У Манету, во всяком случае, очень сильное разделение между игудеей и еврей. Игудеи для него, это, в некотором смысле, евреи в рассеянии, а евреи – это исконное корневое свойство, которое воспринято народом, начиная с фракции Эвера, через Авраама и его потомков. Но это как... А игудеи-то... Но ему тут никак не удается притянуть. Потому что это, получается, иудеи, а не евреи. А тем не менее, рано или поздно, в наеновых будет соблюдать шагов, чтобы стать... Ну, это, может быть, на каком-то этапе мы сейчас его не видим. Ну, это я об этом. Уже восьмой день. Поэтому меня... Так нет. Можно же соблюдать длиннов шагов? Можно. Параб шарки, длиннов, который отменял на себя. А, ну вот, я... Подожди. Это вы и так говорите. Можно сказать, мне шагов нравится, я его соблюдаю? Как мы учили? В этом, конечно, есть спор, как во всем том, что... А по поводу всего урока, как бы, одно дело, человек думает, что он соблюдает шагов. А другое дело, когда человек знает, что он соблюдает шагов. Он знает, что он соблюдает. Для чего? Почему? Одно дело, я лежу и ничего не делаю. Кстати, по поводу соблюдения субботы, я думаю, что заинтересованные знают. Но для тех, кто еще не знает, для меня тоже была некоторая новость, то, что я вот прочитал в Рафшарке, что уровень соблюдения субботы для иноулов, это не делать то, что делают евреи. Это на уровне полупраздневных дней, поля моря, то есть не ходить на работу, но можно готовить еду, можно поехать там на машине погулять, можно съездить на море. Это как бы... Это называется позитивное соблюдение, отмечать его как праздник. Это Равьёль Шварц, по-моему, который первый это идея на иноулов. Шварц, да? Он это много лет пропагандирует, чтобы все неевреи там зажигали свечи, праздновали. Это соблюдать, это заповеди, которые позитивные, которые... хотел как-то перевести с первым... С творением, не с соблюдением, которые заповеданы, запретами, которые заповеданы народу Италии. Но тем не менее, нет запрета, и соблюдать все запреты тоже. Например, община в Тешковице соблюдает Калава Хамура. Они не едят вообще кит-ни-йод в поясах, настолько они серьезные. В субботу тоже. Я помню, раз шутил по этому поводу, что там можно им там Леокель, по поводу таких ньод в песнях, еще там что-то такое, там был какой-то вопрос. А там, я вот прочитаю, что мы читаем перед наступлением субботы из Сидора для Обнынов. И это очень скажет обо всем. Благословен ты, Господь, Бог наш. Ну, это как в качестве учебы я читаю. Благословен ты, Господь, Бог наш Царь Вселенной, который дал субботу народу Израиля, чтобы через него, через народ Израиля, да, выучили все, что ты сотворил мир и наполняющих его. И следующая фраза. И святость субботы повлияет на весь мир, чтобы мы научились осветить все наши дела в честь него. Вот это второй уровень. Абсолютно верно, да. Имея крепкие идолопоклоннические замашки, можно и тут ошибиться, честно говоря. То есть, человек сначала должен идолопоклонство из себя выковырить, наверное, а потом уже... Порядок очень важный, мы изучали. Порядок, безусловно, очень важен. Очень важный. Но опасно все. Не за того, что опасно, мы что-то не будем делать. Здравствуйте. Значит так, прочитаем еще раз текст. Мы как раз в труте его тоже очень любим. Просто очень понравилось. Мне что-то нравится, я его... Я это... Начинаю. Натана, вот вы... Да. Вы говорили про то, что это опасно, что мир исправится, да? Или как? Нет. Я сказал, опасна идея о том, что все будет, в конце концов, исправлено, что все будет поднято, спустить эту идею в неподготовленный мир. Потому что человек может сказать, вот как сказали по поводу чужой, а я могу делать все, что мне вздумается, в конце концов, я тоже попаду в рай, и ничего мне за это не будет, потому что в конце концов все исправится. Ну так оно исправится, если мы будем соучастниками этого процесса, а не само собой оно исправится. В чем-то и дело. Оно исправится, если мы будем соучастниками, а если мы не будем соучастниками, оно не исправится, оно исправится, возьмет немножко больше времени. Конечно. Это будет не с моей помощью, а против моего желания. туда исправится в конце концов. И меня тоже в конце концов исправят. В этой жизни, в следующем перевоплощении, не знаю как, но мы говорим про то, что все исправится. Эта идея опасна. Эта идея опасна. Человек вместо того, чтобы опоясать свои чесла и тяжело работать, он решит, я буду лежать на диване, как опять-таки та же идея, которую мы сказали, я буду лежать на диване и более того, я буду убивать, я буду насиловать и мне ничего страшного. Мир в конце концов будет исправлен. Исправление мира зависит от тебя. Мы спускаемся на этаж для того, чтобы поднять людей, поднять человечество. А потом уже можно спускать идею. Лежать на диване, ничего не делать до работы, еще раз повторяю, это очень опасно, неправильно это приводит вред. А мы бежим к тому, чтобы ничего не делать после того, как мы бежим хорошо поработали, вот это уже правильно. Но спустить эту идею раньше времени, плохо. Плохо. Так совсем. Порядок, он очень важный. И высокие небесные идеи, их нельзя взять, как они есть, сбросить их на землю и попытаться воплощать. Они в обязательном порядке будут искривленно, неверно поняты, примитивно и принесут вред. Как, допустим, вот то, что мы упомянули, идея о бесконечной, божественной, безвозмездной, ни от чего не зависящей божественной любви. Правильная идея. Ни в коем случае нельзя ее скармливать, как она есть сейчас. Идею присутствия чуда тоже нельзя скармливать просто так в нашей жизни. Много идей. Много правильных идей. До них нужно дорасти. Если ее сбросить так, как она есть, она принесет ущерб вместо пользы. Поэтому, как вот мне очень понравилось, был потрясающий, человек, я уже давно-давно уже слышал, мне очень понравилось. Пора в пуху. Какой критерий истинности иудаизма? Кто же тебя поднимет? Поэтому, может быть, ситуация, что в одну эпоху истина что-то одно, в другую эпоху истина что-то другое. В одну эпоху мы анаху будем устанавливать вот так, а в другую вот так. И никакого противоречивания. Давайте тогда, с вашего позволения, мы не будем еще раз читать этот текст. Мне кажется, мы все идеи, которые я хотел сказать, мы их обсудили. Я очень надеюсь, что то, что я сказал, оно в этом тексте есть. Если кому-то кажется, что нет, то у нас чат есть. Можно продолжать дальше это самое, со мной спорить. Но просто, мне кажется, это хорошая, важная идея по поводу евреев, в субботы, всех, мира, идеи. У нас тут много-много чего мы дотронулись. Поэтому я думаю, что я хочу сейчас заключительное слово предоставить и уже потихонечку сворачиваться. Все, видимо, у нас все сказали. Будем прощаться. Значит так, у нас наступает праздник Шивот, через два дня. Всех с праздником. Праздник получения Торы. И с Борой помощи встретимся через неделю. Встретимся и у нас там свадьба. Встретимся. Нет свадьбы. Нет свадьбы. Значит, с Борой помощи встретимся через неделю. Все будет хорошо. Большое спасибо. Натан, большое спасибо. И что вы будете готовить на праздник? Как принято. Что-нибудь молочное и мясное. Понятно. С праздником. Большое спасибо. С праздником. Всем до свидания. Спасибо. Всех с праздником. С праздником. Спасибо.